Субтитры делал DimaTorzok Здорово, да? Улыбайся. Вот замок. Сейчас повесим. Смотри, Варя. Слушай, хотела… Что такое? Галчуна? У меня для тебя есть кое-что. Вот, Варя. На счастье. Спасибо. Да, пожалуйста. Положу сюда, да? Вот, сейчас, подожди минуточку, Варя. Галь, Жорек, Мася. Ну, ты чё? Что, ну я замок с тобой хотел повесить, а ты уже… Ну, давай повесим. Ну, давай-давай. Иди замочек. Подожди, подожди. Горька! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6… Варя! Ахахахаха! Ахахахах… Ну, как же я? Ну, разве я многого прошу? Всего чуть-чуть любви, капельку нежности. И совсем немножко счастья. Что такое? Опять не поймала свой букет? Не поймала. В следующий раз поймаешь. Да как ты не понимаешь, мама? Я на этот букет загадала. Не поймаю, значит, не полюблю. Так. Так, только давай без истерик. Ладно? Ладно? Стресс старит кожу? Варя, у тебя все хорошо. Сегодня твое волшебное заклинание, мам, не работает. Мне нужно было поймать этот букет. Ну, какие твои годы? Будет и на твоей улице праздник. Мне 27 лет, мама. А через три года мне перевалит за 30. Ты мне грустно и одиноко. И даже собаки ненастоящие. Знаешь что? Хватит. Мы, кажется, с тобой договорились. Никаких собак, никакой шерсти. Этих луж на коврике, испорченные обуви. Понятно тебе? Я повторяю еще раз. Что ты имеешь против свадебного путешествия? Я ничего не имею против свадебного путешествия. Но, но не сейчас. Жорик, путешествие потому и называется свадебным. Потому что проходит сразу после свадьбы. Варя, скажи ей. Голчонок, он просто хотел сказать, что у него подписан договор на книгу. Свадьбу я ждала. Пять лет. А путешествия сколько буду ждать? Так. Я в кои-то веки получил серьезный заказ. Ой. Не какие-то там рассказики про животных, а нормальный человеческий роман. Варь, ну скажи, она же не слушает. Она не слушает меня, понимаешь? Варь, ну чего ты молчишь? Ты видишь, что он разговаривает только с тобой. У меня заказ серьезный, мне бесполезно разговаривать. Ну ты видишь, что он меня вообще не слышит? Ну чего ты молчишь, Варя? Мне надо молчишь, Варя. Я лучше в комнате посижу. Галь, ну чего ты начинаешь, а? Это я начинаю. Галь, ну это же шанс. Да, шанс. Как же. Ну, съедим мы в Карибы. Да? Просто не сейчас. Интересно, когда? Я тебе обещаю. Ну, ну. Кто там? Хочешь, чтоб я отказался, да? Слушай, оставь меня в покое. Это я. А кто вы? Я сосед Галли. Я тут компьютер чиню. А вы что, от меня прячетесь? Я прячусь? Да. Почему прячусь? Нет, просто… Вот диск. Диск? У меня деталька одна завалилась. Я ее должен найти. Да. И давно вы там сидите? В засаде? Да, давно. В смысле… В смысле недавно. Твои дети… Почему в засаде? Это не засада. Просто я… Я… У меня… Что? В… В общем, у меня… Варя, блинчики готовы. Варя, блинчики готовы. А что у тебя за партизан в комнате под столом? Это не партизан. Это Антон. Он два месяца назад поцарапал мою машину. Теперь сидит, отрабатывает. Ух ты. Ну, ты даешь. А что тут такого? Ты же сама знаешь, откуда у Журика руки растут. Слушай, теперь тебе что, мои руки не нравятся? Знаешь… Ну, хватит ругаться, ребят. Я к вам за советом пришла. Хорошо. Значит так. Твоя главная проблема… Да. Подожди. Это твоя мама. Да. Я согласна. Мама бывает активна. Варя, твоя мама не бывает активна. Твоя мама гиперактивна. Я тебе еще в десятом классе говорила выйти замуж за Камазова. А ты что? Ну, если в десятом не получилось, можно сейчас попробовать. Да подожди ты! Ну, я же не о замужестве. Я о настоящей любви. Слушай, хватит, а? В чем главная задача женщины? Главная задача женщины — накормить мужчину. Любить и быть любимой. И умереть в один день. Да. Варя, главная задача женщины — это штамп в паспорте. Спасибо. Поняла? Ну, вот. Еще ни разу не надевала. По-моему, твой фасончик. Галя! Что? Отличное платье. И я знаю, куда ты в нем пойдешь. Куда? На свидание, конечно. Что? У меня есть отличный кандидат. Я же сказала, что доведу дело до конца. Галь, ты выйдешь замуж, ворешь. Ну, я не о замужестве мечтаю. Угу. Знаю, знаю. Ты мечтаешь о настоящей собаке, о настоящей любви. Но, Варя, как ты ее встретишь, если рядом с тобой всегда твоя мама? Ну, хватит. Все. А маме ни слова. Но на свидание ты все равно пойдешь. Кандидат прекрасный, наук, умный, красивый, импозантный. Не мужик, а конфетка. Варя… Галя, свидание вслепую. Конечно. Не волнуйся, я все устрою. Только чур маме ни слова. Ой, ну почему? Мама тоже хочет, чтобы у нее было все хорошо. А по-моему, твоя мама, Варя, хочет все о тебе знать, чтобы постоянно тебя контролировать. Вы не любите друг друга с первого класса. Может быть. Ну, не в этом дело. Пообещай мне, Варя, что про свидание ты маме скажешь. После, а не до. Варя. Умничка. Одевайся. Обалдеть. Так, вот у нас тут кто настоящий партизан. Ну, скажи мне, как можно было прятать такую фигуру под этими серенькими тряпочками? Впервые в жизни, пожалуйста, с тобой не буду спорить. Простите. Простите. Ой, у меня что-то было. Я прошу прощения. Я хотел сказать… Туфли, туфли. Какая у вас розочка розовая. А? Туфли, я хотел сказать, что у вас розовая розочка, и это очень хорошо, это красиво. Я ее забыла. Нет, нет, вы ее не забыли. А она у вас на… Ну, на… В коридор. Подождите. Если вам, если вам понадобится моя помощь, то вы мне, вы мне только свистните. В смысле, не свистните, а вы только пикните. То есть, нет-нет-нет, не пикните, а проинформируйте меня, просигнальте мне. Понимаете? Дайте мне знак. Дайте мне какой-нибудь знак, что… Ну, хотя бы маленький значок, чтобы я понял… Варя! Хорошо, что ты не ушла. Держи, ты забыла. Ну, подождите. Давай, Варя. До свидания, Антон. Ну, ну, какая же вы все-таки… Какая? Что случилось, Антон? Замок заело. Что это? Регистрация просрочена, я… Собака! Майка, собачка! Варя, Варя, открой. Варя, что происходит? Варя, ты можешь рассказать всегда мне все. Слышишь меня? Кто он? В каком смысле? Я тебя вижу насквозь. Ты собралась на свидание? Нет, мам. Мы с Галей идем в кино. А, в кино? А на какой сеанс? В какой кинотеатр? Как фильм называется? Билеты дорого стоят? Прости, мама, я тебя обманула. Кто он? Я не знаю. Это свидание вслепую. Мало того, что ты идешь на свидание с незнакомым мужчиной, ты еще и вырядилась, как… Что, мне это платье не идет? Конечно, нет. Ну, я… Ладно. Я иду с тобой. Что? На свидание иду с тобой. Не благодари. Ты беспомощна. Не умеешь обращаться с мужчинами, ты провалишь свидание. В конце концов, с незнакомым мужчиной в таком виде, сотри это и сними эту вульгарщину. Сейчас. Да. Варя, добрый день. Галя мне сказала, что вы будете как раз в таком платье. Вообще-то, Варя — это я. А, Константин. А я Надежда, сестра Варя, старшая. Ага. Ну что, Константин, чем будете нас удивлять? Так, к столу. Хорошо. Садись. Так. Вот. Комплимент от шеф-повара. Вот. Спасибо. Рассказывайте, Константин, чем занимаетесь? Какую музыку слушаете, книги читаете? Нам с Варенькой это очень интересно. Да, Варя? Да. Пьете, курите. Да что, что, не пью. А я, пожалуй, не пью. Шампанское. Я тоже. Полусладкое. Овцат. Овцат. Шампанское. Полусладкое. Хорошо. Конечно. Сок. Ой. Оп. А вы с Варей очень похожи. Разве? Ну, понятно, мы же сёстры. Ну, при всем приятном, совершенно разные. Варя тихая, скромная. Вы где… Да. Продолжайте, Константин. Я вас очень внимательно слушаю. У вас столько огня, столько, столько энергии, столько… Страсти. Да. Ну, понятно, я же, я же лев по гороскопу. Музыка закончилась. Может быть, ещё один танец? Возможно, но позже. Я на минутку. Доверься моему опыту и интуиции. Абсолютно не твой мужчина. Почему? Долго объяснять. Просто поверь. Не мой, зато твой. Что ты такой говоришь? Я просто его прощупывала. Для тебя. Для меня? Тебе здесь нечего ловить. Сто процентов. Мне всё-таки интересно. Почему? На лицо гремучая смесь. Мужчина – муравей. Мужчина – хомяк. Пропадает на работе. Купит деньги. Конченый трудоголик. А мы кого ищем? Мужчину – собаку. Мужчину – льва. Лучше, конечно, собаку. Мы ищем верность, благородство, смелость. Поэтому муравьи и хомяки у нас в чёрном списке. Так что, забудь о нём. Поняла? Поняла. Молодец. Хотя он очень даже симпатичный. Хомяк. Моросит. Погодка. Может быть такси всё-таки? Нет-нет. Мы с Варей любим гулять по дождём. Так романтично. Ну да. Простите. А когда мы снова увидимся? Пусть это для вас будет сюрпризом. Сюрпризом. Ну, вы же позвоните. В ближайшие дни мы с Варей очень заняты. Но… Может быть, выходные? Я свободен. Я буду ждать очень. До свидания. Стойте! Подержи. Спасибо. До свидания. Варя. Такой милый вечер получился. Костя такой смешной. Он… Варь, ты промокнешь. Иди сюда. Ты что, обиделась? Мам, мне казалось, что муравьи и хомяки у нас в черном списке. Или я что-то забыла? Я же брала огонь на себя. Разруливала ситуацию. Значит, это так называется. Варя, ну, что ты вечно дуешься? Не понимаю. Мам, ну, мам, это… это должно было быть мое свидание. А получилось твое. Этот мужчина не подходит тебе ни по возрасту, ни по статусу. Неужели ты не понимаешь? Да. Да. Понимаю. Ну, что? Что? Что бы ты без меня делала? Пойдем. Привет. А ты куда делась? Я тебе звоню. Привет. Это тебе. Спасибо. Доброе утро. Доброе. Я просто всю ночь не спала и побежала с утра в салон. Как я выгляжу? А, ты очень красивая. Иди сюда. Мне… сядь. Мне надо с тобой поговорить. В общем, я… я долго вчера не могла устать. Я думала о Константине. И не выдержала и позвонила ему. Оказывается, он тоже долго не спал и тоже… тоже думал обо мне. Мы проговорили с ним всю ночь. И когда под утро он позвал меня с собой в Испанию на три недели, я согласилась. Мама, он же хомяк. А мы кого ищем? Собаку? Или на крайний случай льва? Ты что? Ты ничего не понимаешь? Нет. Может быть, этот хомяк – лев для меня, понимаешь? Может быть, я искала его всю жизнь и нашла. А, ты… ты просто, наверное, не хочешь, чтобы я была счастлива? Мамочка, ну, конечно, хочу. Мама… Подожди. Или ты имеешь что-то против моего Костика? Нет? Нет. Честно? Да. Тогда давай собирать вещи. Послезавтра улетаем. Ты упустила очень перспективного кандидата. Я расстроена, Варя. Прости меня, Галь. Пожалуйста. Ну, понимаешь, зато мама счастлива. Угу. А завтра они улетают с Константином на три недели в Испанию. Повтори, что ты сказала? Я сказала, что мама счастлива. Нет. Это другое. Что мама с Константином улетает на три недели в Испанию. То есть, твоей мамы не будет рядом с тобой целых три недели? Да. Так это же гениально. Господи, неужели это и вправду случилось? Я не понимаю, чему ты так радуешься. Я впервые остаюсь надолго так без мамы. Это и дело, Варя. Теперь ты все решения будешь принимать сама. Легко тебе говорить. А кто мне будет советовать, что надеть? А кто будет делиться со мной опытом и интуицией? Теперь это буду делать я? Значит так. Тебя срочно нужно выдать замуж. И желательно это сделать в ближайшие три недели. Поняла? Я не хочу замуж. Я хочу любви. И настоящую собаку. И поэтому ты притащила с собой велосипед? Нет. Я просто решила держать тебя в форме. Ага. И поэтому попадешь под машину? Галечка, я хотела тебя попросить, чтобы ты со мной прокатилась. Ни за… Что? Пожалуйста, не торопись. Я и так как черепаха еду. Варя, Варя, вперед смотри. Галя. Ой. Какая собака. Какая собака, Варя. Нам нужно срочно придумать план действий. Стой. Стой. А ну-ка, подожди. Жди меня здесь. Я сейчас. Ты что, в нее влюблен? В кого? Ты мне зубы не заговаривай. Варю. Да, кажется. Кажется? Или как, Антон? Да. Нет. В смысле, да. Влюблен. Так. Что? Варя! Значит так, через пятнадцать минут у меня дома. Понял? Варенька, иди сюда! Генри! Генри! Жорик. Я гений. Да. Антон. Скромняга. Мастер на все руки. Собак любит. Ну, вполне симпатичный. Большое спасибо. Варя. Умница. Красавица. Скромница. Опять же, обожает собак. Два молодых симпатичных собачника. Что может быть лучше? Да вы ж просто созданы друг для друга. Жорик! Их нужно срочно поженить. Да? Тебе не кажется, что ты чересчур торопишься? Жорик, у нас осталось три недели. Дальше это будет сделать практически невозможно. Ты понял? Да понял я. Между прочим, Антон признался мне, что влюблен в Варю. Да? Да. Я несколько раз. Я пытался с ней заговорить, но она совершенно на меня не обращает никакого внимания. Это я беру на себя. Еще раз вам большое спасибо вам. Но если это произойдет, ты будешь чинить мне компьютер всю оставшуюся жизнь. Молодец. Притормаживай. Вот видишь, все просто. Молодец. Варя. Я поняла, почему ты не можешь выйти замуж. Почему? Ну, любимого встретить. Почему? Потому что на тебе венец. Кто на мне? Венец безбрачия, Варя. Это очень плохо. А что это такое? Ну, порча. На это дело. Что? Извините. Главное, запомни одну простую вещь. Главное, смотреть прямо в глаза. Ну, понаглей будь. Вот как… Смотреть, как удав на кролика, понимаешь? Прямо положено? Да прямо в глаза. Ну, чтобы контакт не потерять. Это методика такая моя. Я так на нее гайку поймал. Смотри, какой кролик. Да ну. Ну. Привет, красавица. Не меня ли случайно ищешь? Ну, уж точно и не тебя. Потому что по технологии руки должны быть свободны. Понимаешь, пакеты мешают. Еще ты тут над душой стоишь. Пошли домой. Венец безбрачия. Отлично снимается. Главное, вовремя обратиться к нужному специалисту. У меня как раз есть на примете одна женщина. Колдунья? Какая же ты глупая, Варя. Ну, почему колдунья-то? Гадалка. Нет, Галь, я к гадалке не пойду. Это грех. Ты в каком веке живешь? Сейчас все ходят к гадалкам и к экстрасенсам. Женщина проверенная. Специалист по венцам. Угу. Здравствуйте. Извините, вы действительно гадалка? А что, есть какие-то сомнения? Да нет. Обычно у гадалок карты, свечи, палочки ароматические. Вот тебе карты, вот тебе свечи. Садись. Только, милая моя, вот все это – просто антураж. Мне, магистру эзотерики и профессионалу с большой буквы, все это ни к чему. Ну, если хочешь, пожалуйста. Так, что у тебя? У меня этот… Венец. Угу. Понятно. О. Никакого венца у тебя нету. И муж у тебя будет. Фу, слава богу. Скажите, а собака у меня будет? Вы не могли бы посмотреть? Я еще про мужа не договорила. Поняла. Между прочим, у тебя уже был, вернее, было два благоприятных периода для того, чтобы выйти замуж. Вот. Но вы пропустили оба. Угу. Причем пропустила ты не без помощи близкого тебе человека. Ясно? Вы имеете в виду мою маму? Похоже на то. Угу. Так, сегодня начинается третий, самый короткий и самый последний период. Извините, а что значит последний? Если ты сегодня пропустишь своего избранника, то ты на всю жизнь останешься одинокой. Понятно тебе? Не может быть. Я еще ни разу не ошибалась. Я поняла. То есть, начиная с сегодняшнего дня, тот самый единственный будет где-то рядом? Да. И упустить его тебе совершенно нельзя. Если в течение трех недель ты не встретишь свою настоящую любовь, то ты ее не встретишь, милочка моя, никогда. А как я его узнаю? Сердце подскажет. Извините, а нельзя поподробнее? Слушай, а может тебе еще приметы назвать? А вы можете? Я все могу. Ладно. Только для этого надо сосредоточиться. Все, а не мешаем. Хорошо. Так. Все. Пошла картинка. Картинка пошла. Картинка пошла, 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 пошла. Ой. Вижу. Вижу светлые волосы. Так. Мужчина. Блондин. Блондин. Ага. В момент вашей встречи на нем будет… Ой-ой-ой. На нем будет рубашка зеленого цвета. Зеленая рубашка. Так. И показывает твое имя. Его зовут… Сейчас, сейчас, сейчас. Сергей. 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 Все. Дальше ничего не вижу. Дальше ничего не вижу. Портал закрыли. Все. Пойдем. Ну? Что она тебе сказала? У меня есть три недели, чтобы найти того единственного. Так. Хорошо. А потом? А потом тишина. Варя, это все, что она тебе сказала? Нет. Она еще приметы назвала. Отличительные признаки. Вот. Ну говори, не томи. Блондин в зеленой рубашке. Зовут Сергей. Повтори. Блондин в зеленой рубашке. Зовут Сергей. Варя. Да. Ты все правильно запомнила? Да. Я эти приметы до конца жизни не забуду. Угу. Так. Жди меня здесь. Я на минутку. Еще и родишь. Так что иди, милая. Давай-давай-давай. Иди. Пока. Блондин в зеленой рубашке. По имени Сергей. А в чем дело? Ага. Ну, как велели. Так и сказала. Я велела сказать, что он шатрен. По фамилии Сергеев. По фамилии. Понятно. А имя у него Антон. Я вам пять тысяч заплатила. Вполне возможно, я ошиблась. Но у меня по сто посетительниц в день. Одной подавай Андрея, второй Сергея, а третий Андрея Петровича. Поэтому бывают накладки. И что же мне теперь делать? Ну, скажите ей, что я ошиблась. Что у меня в этот день была мигрень, которая помешала точности предсказания. Ага. Я уже всех перебрала. Ну, нет у меня знакомых блондинов Сергеев в зеленых рубашках. Не волнуйся, малышка. Что-нибудь придумаем. Галь, ну, не называй меня малышка. Ну, сколько раз спросила? Все. Господи, где его искать? Как успеть за три недели? Слушай, а может ну его этого, Серега? Давай забудем все, как будто ничего и не было. Как это, забудем Галю? Ты сама меня привела к гадалке. Ну, вдруг она напутала чего и… или ошиблась. Ну, с кем не бывает. Ты видела, сколько у нее сертификатов и почетных грамот? Нет, я ей почему-то верю. О! Нашел! Мои приятели Серега в тренажерном зале познакомились. Как у Серегы? Ты чего? Ну, в смысле Сергей, да? Ну? Он нам не подходит. Как это не подходит? Надо посмотреть. Ну. Смотри. Ну. Ущипните меня. Он в зеленой рубашке. Это вообще ничего не значит. Ничего себе. Какой симпатичный. Ой. Так что ему писать? Пиши. Кстати, Серега отличный парень. Да? Да, в спортзале фитнес-инструктором работает. Ребята, а если это он и есть? Тот самый единственный. Жоренька, а можно я тебя на минуточку? Пойдем-ка, милый. Варюш, прости. Ты чего творишь? Чего? Какой Серега? Из тренажерки. Какой тренажерный зал? Мы же с Антоном ее хотим свести. У них с Антоном ничего не получится. Интересно, почему? Потому что он рохля, мябля. Он дворе не подходит. Ах, значит, рохля. Значит, мябля. А я вот сама им займусь и всем вам докажу. Понятно? Да я ему уже обиду. Ребята, да? Он ответил. Да ладно? Да. Он согласен на свидание. Так. Что делать? Пиши, да. Генри, заходи. Куда ты? Давай, Генри, не сопротивляйся. Сиди спокойно. Что ты там увидел? Садись. Генри! Я так и знал, что весь этот план с гадалкой нам выйдет боком. Как она могла перепутать приметы? Генри! Роковое стечение обстоятельств. Что непонятного? Я так и знал. Потому что все должно быть по-честному. Должно быть по-справедливому. Да. Придется несколько сложнее, чем я ожидала. Но ничего невозможного нет. У меня все под контролем. Ну и какой у нас теперь план? Для начала пережить завтра. Варя идет на свидание с Сергеем номер один. Тренером из тренажерного зала. У Вари свидание? Просто встреча. К сожалению, я не смогла ее отговорить от этого шага. Ну и как он? Симпатичный? А, не, ну, совсем не в ее вкусе. Коренастый, маленького роста. Мне… Мне надо знать время и место их встречи. Зачем? Я хочу на него посмотреть. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А я люблю гулять в такую погоду. Романтично. Да и заниматься хорошо. Да? Легкие дышат. Ага. Не холодно? Отлично. Ясно. А дельту я качал около трех лет. Это очень сложно. Ага. Ты качал когда-нибудь дельту? Кажется, нет. Я могу позаниматься с тобой, если хочешь. Потрогай, как она качана на максимальной части. Я верю, верю. Потрогай. Вот что значит подъем штанги обратным квадом. Скажи, а чем ты занимаешься в свободное от работы время? Как чем? Качаюсь, конечно. У меня сейчас идет сушка. Плюс работа с большими весами. Скажи, а собак ты любишь? У меня на них аллергия. Ясно. Извини, у меня сейчас пробежка. Понятно. Сто отжиманий для рук. Триста прыжков для ног. Угу. Извини, нужно сделать это прямо сейчас. План такой. Да, да. Я понимаю. А у тебя очень перспективная фигурка. У меня? Только квадрицепс нужно как следует прокачать. И игры слабоваты. И трапеция немного плывет. Но в целом… Трапеция? Куда она плывет? Осталось тридцать прыжков и все. Тут на углу есть магазин здорового питания. Можем зайти, купить пару протеиновых батончиков в кустотище. Может лучше в кафе? Тут недалеко. У меня строгая диета. Протеин, аминокислоты. Какое кафе с твоим дряблым прессом? Да нормальный у меня пресс. И трапеция моя никуда не плывет. Это у вас. Мозг поплыл от протеиновых батончиков. Я с первого взгляда понял, что нам не по пути. Качайте пресс, девушка. И может быть вам повезет. Варя. Галя. Жорик создал для тебя страничку в интернете. Зачем? Ну, во-первых, это современно. А во-вторых, если б ты только знала, Варя, какие сообщения тебе оставляют мужчины… Почти все уверены, что ты нереализованная красотка. Прямо сейчас молодой человек Антон предлагает тебе дружбу. Посмотри, какой симпатичный. Галь, а блондины с Сергеем там есть? Подруга, ты скажи, ты зациклилась? Ты забыла, что мое время ограничено? Или ты хочешь, чтобы я на всю жизнь осталась одинокой и без собаки? Нет, Варя. Этого я не хочу. Но мне кажется, что пора расширять свои горизонты. И, между прочим, Антон очень симпатичный молодой человек. Но он даже не блондин. И не Сергей. Галь, два пункта из трех не совпадают. Я не буду смотреть. Даже если он в зеленой рубашке, даже если у него зеленые носки и зеленые трусы. Так. Сергей, мне очень приятно все, что вы написали. Я тоже не против встретиться. Угу. А вы любите собак? Угу. И поставим смайлик. Угу. Отправлено. Так. Угу. Два, четыре. Есть. Сорок пять сообщений Сергеем Блондином. Отправлены. Два в виде исключения Сергеем Брюнетом. Отправлены. Собака. Мне почему-то кажется, что тот самый единственный уже очень близко. Угу. Вафф-вафф. И мне. Спокойной ночи. Я глаз не мог оторвать от вашей фотографии. В реальности вы еще красивее. Спасибо. Какие у вас выразительные глаза. Какие губы, какая линия плеч. Простите, но это десятая чашка. Вам же плохо станет. Хуже, чем есть, уже не станет. Может быть, вы поели бы чего-нибудь? Я не могу есть, когда я волнуюсь. Я могу платить вам двести рублей в час. Приходить нужно будет три раза в неделю. И, конечно же, я рисую абсолютное ню. Вы согласны? Я? На что? На ню. Пассировать ню. Вы что, обалдели? Вы с ума сошли? Сами вы ню. Ах, Варечка, Варечка. Вы знаете, я так устал от одиночества. Угу. Я так одичал в своей холостяцкой квартире. Трехкомнатной в центре. А знаете, что самое страшное, Варечка? Что? Долгие вечера, когда ты понимаешь, что ты никому не нужен. Простите, я… Я вас очень хорошо… Ой. Что вы делаете? Вы кто? Пойди. Я-то жена. А вот ты кто? Простите, Галчонок, я тебе сейчас все объясню. Это что такое? Не надо. Да дома, дома объяснишь, иди уже пень. Это не то, что ты придумала Галя. Простите, ради Бога. Ты что? Послеп, что ли? Простите. Простите. Ну? Угу. А вообще, я с алкоголем завязал. Врач говорит, большая нагрузка на печень. Вы понимаете, сейчас у меня стресс, работа у меня. Но я себя строго контролирую. Простите, я на минуту. А, угу. Простите. Извините, пожалуйста. Можно вас на пару слов? Нам нужно поговорить. Чего ты за мной все время ходишь, а? Думал, я не замечу, да? Я… Не надо меня пугать. Я сам кого хочешь напугаю. Да. Да. Передай Артуру, что больше своих людей не присылал. Верну ему долг, как договаривались. И не надо за мной следить. Может быть, со мной что-то не так? Может, я непривлекательная? Неужели мне суждено всю жизнь провести в одиночестве? Ну, что ты молчишь? А ты? Неужели я так его и не встречу? Угу. 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 Ой. Ту-ту-ту. Держи. Что это? Это твой новый образ. Ты должен превратиться в блондина в зеленой рубашке. На время. Иначе ничего не получится. Но это же обман. Слушай, никаких «но». Надевай. Так. Ну, вот. Хорош. Привет. Крутая вечеринка. Я не опоздал? Сергей. Сергей Зотов. Можно просто. Идя. На вас желтая рубашка. Прикольный тюнок, да? Последний тренд сезона. Извините, я на минуту. Здравствуйте. 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 Красивая рубашка. Спасибо. Обожаю зеленый цвет. Варя. Дориса очень приятно. Извините. 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 Не Сергей Мармеладов. Мне Жорик про вас рассказывает. Вообще-то я Марина. Извините. 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 Извините, его пилить. Держи. Новое. Ни разу не надевал. Теща подарила. Жуля. Скажи, пожалуйста, а когда мама спросит, где рубашка, что ты ей ответишь? А если мама спросит, где рубашка, мы ей ответим, что она в стирке. Так, а ты главное запомни, к нам без этой рубашки нини. Это теперь вторая твоя кожа. Понял? Вот спасибо. Только как мне теперь увидеть Варю. Я им свидание устраивать больше не буду. Я буду. Что вы говорите? С какой тут стать? Мужская солидарность. Какой у тебя пароль на страничке? Лоха-пупа. Лоха-пупала? Лоха-пупа. Латинскими буквами. Галь, ну что ты хочешь от человека с таким паролем? Подожди, а зачем тебе мой пароль? Ну, а я сейчас Варе свидание устраиваю от твоего имени. Чего? Я в этой жизни не встречал прекраснее создания… Жорик, ты чего фига? Идеал. Пойдем сегодня. На свидание. Я ждусь сегодня ровно в шесть в кафе на площади Восстания. Ну? Да. Она сказала да. Отлично. Да, это… согласна? Антон, да? Это да. Значит так. Твоя задача сейчас включить все свое обаяние и приложить ей руку и сердце. Да. Иди, Антон. Да. Извините, мне нужно выехать. Здрасте. А мне надо домой. Пожалуйста. Издачи не надо. Спасибо. Сережа? Сереж, ты? Варька? Камазов. Щеглова, Варька? Камазов! Варька! Сереженька, отпусти меня. Пожалуйста, во мне шестьдесят километров. Ой. Да ты пушинка, Варька. Я же вспоминал тебя пару дней назад. Вот так встречи. Вот уж не ожидал. Ой, Сережа, а что с твоими волосами? Что? Ты же рыжий был. Варька, я жил в Египте три месяца. Волосы выглядели на солнце. Ну, здравствуй. Блондин Сережа. Что? В зеленой рубашке. Мама. Стой! Шеф, стой! Подождите, пожалуйста. Стой! Стой, стой, стой! Мне надо на площадь Товарсадь. А давай, давай. Спасибо! Спасибо большое. Стой, стой! Варя! Камазов! Эти цветы самой красивой девочки в классе, в которую я был влюблен с девятого по одиннадцатый. Что ты врешь, Камазов? Самой красивой у нас была Оля Комарова. А для меня ты. Только ты на меня не обращал внимания. Мечтал только о собаке. Варя. Ну, я и сейчас мечтаю. А ты висел на канате и прыгал через коня. Никаких пересечений. Но ведь сегодня же мы перецеклись, тварь. А может, это судьба? Алло! Не пришла? Пока не пришла. Но ты ждешь. Жду. Ну, я предлагаю тебе обеспеченную, интересную жизнь. Тебе не обязательно жить в России. Я куплю тебе дом. На Лазурном побережье пойдет. Озеро Гарда. Машина. Полное содержание. А собаку купишь? Я тебе целую собачью ферму куплю, если надо. А вот возьму и соглашусь. Да, солнышко? Нет, сегодня задержусь на работе. Сделала бизнес-план. Молодец, умница. Да, закажи нам что-нибудь сегодня вкусненькое. Я тебя тоже очень сильно люблю. Пока-пока. Малышка, ну, не пугай меня. Варь. Варь, ну, чего ты молчишь? Ну, скажи хоть что-нибудь. Так, я не малышка. И у меня ничего не получается. Подумаешь. Наткнулась на олигарх. С кем не бывает. Плю не забудь. Галя, я ведь почти согласилась. На собаку и на виллу. Противно. Ну, ошиблась. Фигня какая. Еще не вечер, малышка. Найдем мы тебе жениха. Галя, ты знаешь, какое сегодня число? Пятнадцатое. Пятнадцатое. У меня осталось двенадцать дней, Галя. А потом все. Финита, лякомедия, Галя. Одиночество, забвение, смерть. Я хочу побыть одна. Можно? Можно. Да. Пятнадцатое. Так. Опа. Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Варёш, привет. Что случилось? Комп сломался? Да ты что! О, не волнуйся, я сейчас всё решу. Сейчас я позвоню своему соседу, он в этом деле крупный специалист. Не за что. Пока. Что она сказала? Отец. Чтобы ты поторопился. Ух, я соберусь, как метеор. Генри! Самое главное, не забыть надеть зелёную рубашку. Так. Спокойно. Время ещё есть. Время. Ещё есть. О! Ё-моё! Нет, только не это. Только не это! Боже мой чёрт! Чёрт! Ну, что ты сидишь, Генри! Хорошо. Вот. Алло. Да, Галь. Нет, всё хорошо. Нет, всё нормально. Ничего не случилось абсолютно. Да, я понял, да. Без суеты. Спокойно, уверенно. Сейчас вот, секунду, доутюжу рубашку. Вся эта история с гадалкой, с предсказанием. Вообще, как тебе могла прийти в голову вся эта затея? Варя — моя подруга. И я не хочу, чтобы она всю жизнь оставалась старой девой. Понятно? Всё это напоминает мне какой-то театр абсурда. А я скажу тебе, что такое театр абсурда, Жора? Наша жизнь с тобой — это сплошной театр абсурда. Понял? Ты о чём? О чём? А я о том, что ты целый день сидишь в обнимку со своим компьютером и предъявляешь мне какие-то претензии. А мы не едем ни в какое путешествие. Не надо по Карибскому морю. Хотя бы по Волге. Ах так? Мой театр абсурда — это вот эти вот бесконечные бигуди, мерзкий полинялый передник. Раньше ты такой не была. Я твоя жена. Раньше ты одевалась по-другому. Ты должен меня принимать такой, какая я есть. Не знаю, раньше ты так не выглядела. Конечно. Я надеялась на другое. Я тоже надеялась на другое. На дорогие подарки. На шикарное путешествие. На свою квартиру. Ну, хотя бы в перспективе. Подожди. Ты что, вышла за меня по расчету? Конечно. Ты же у нас гениальный писатель. По крайней мере, я так пять лет думала. А выяснилось, что не так нормально. А ну, повтори, что ты сказала. Закрой за мной дверь. Я ухожу. Та-дам! Ого! Галь, ты не ссорила с Жориком уже два месяца. Значит, время пришло. Понятно. Не, Варька, ну ты только подумай. Кто такие они? И кто за кем мы? Колченок, я без закуски перестаю улавливать твои... Лишние калории. Ясно. Мы же всю жизнь от них зависим. Любит, не любит. Хочет, не хочет. Так. Будет, не будет. А они что? Ну что? Приведи. Постирай. Убери. Отойди. А ведь знаешь, Галь, а ты права. Мы, мы все время от них зависим. И ты знаешь, почему-то считаем, что без мужчины жизни нет. Да. Все. Я прекращаю поиски. Я больше не буду искать того самого единственного. Все. Хватит. Подожди. Что ты сейчас сказала? Я говорю, не нужен мне никакой муж. Подожди. А тогда зачем мы так старались? Галь, ну, заблуждались. И вообще, ты знаешь, мама права. Я совершенно не разбираюсь в людях. Стоп. Какая мама? Что значит, мама права? И кто вообще здесь сказал слово «мама»? Галя, я не буду выходить замуж. Я решила. Варя. Ну? Галь, я линзы сниму. Ва… Варя. А вот и я. Компьютерных дел мастер. Вызывали? Варя. Опоздал ты, дружок. Варя. Передумала выходить замуж. И вообще решила, с мужиками больше дела не иметь. Понятно? То есть, как это? То есть, так это. Будет вольной старой девой. Варя. Эй, братан, посторожи, а! Варя. Стой, стой! Куда пошла? Слышите? Что вы, мама? Поехали, как раз! Да спустите меня! Давай, давай, давай! Не трогайте, не поедай! Да вы… Вы что творите? Ну-ка, отпустите девушку! Спустите меня! Эй, что творите, дядьки? А? Мужик, ну что? Да что? Ой! Ну-ка, вставай! И ты? Да ну вас нафиг! Ну-ка, быстро отсюда! В полицию позвоню! Угу! Понятно вам? Вот придурок! Идиоты! Вот так! Гони! Ну и тебя еще встретим! Спасибо вам! Вы дрались, как лев! Как лев? Лев! Я настоящий мужчина? Это очень личный вопрос! Нет, я похож на настоящего мужчину? Слушай, ну судя по всем признакам, да, похож! А на героя? Жорик, про меня можно сказать, что я лев? Слушай, Анток, с тобой все нормально, какой-то очень бледненький! Отвечай мне! Я лев? Или не лев? Ну? Чисто гипотетически, да, ты лев! Спасибо за поддержку! Извини! Извини! Собирайтесь куда? Угу! На отдых! Ага! Удачи! Ага! С таким характером ты точно останешься старой девой! Так что значит, я во всем виновата? Нет, я! Конечно, ты! Варя! Варя! Я хочу полюбить Галя! А замужество уже потом! Вторым пунктом программы! Ну не смеши ты меня! Ну что ты думаешь? Мужики спят и видят, как бы жениться, да? Галь, ну если есть любовь! При чем здесь любовь? Варя! Вот мой Джорик! Пять лет тянул! Еле уговорила! Галь, ну ты же любишь его! Ты совсем глупая, да? Галя, я никогда не выйду замуж из-за какого-то дурацкого штампа в паспорте! Что бы мне ни говорили! Все гадалки мира! В таком случае можешь расслабиться, потому что гадалка была не настоящая! Что? Не, ну, сама гадалка настоящая, а то, что она сказала, это неправда! Как? Я тебе не верю! В таком случае, Варя, можешь пойти к ней сама и все узнаешь! Журик! Журик, ты где? Журик! Журик! Открывшиеся обстоятельства не позволяют мне больше жить с тобой под одной крышей! Надеюсь, второй раз ты выйдешь замуж по любви, Жора! Что вы хотите от меня услышать? Правду! Откуда вы узнали, что мой принц будет в зеленой рубашке? Показали мне так высшие силы! Врете! Я никогда не вру, у меня репутация! Откуда вы узнали, что его зовут Сергей, что он блондин и что у меня в запасе только две недели? У меня репутация, у кого угодно спросите! Ну, моя подруга сказала, что все это розыгрыш! Шутка! Отвечайте немедленно! Иначе я на вас проверку натравлю! Пусть разбирается с вашим сомнительным бизнесом! Что значит сомнительным? Да у меня лицензия вообще-то! Как сказала, так и будет! Понятно? Если я его не встречу, вы будете виноваты! Что за жизнь такая? Лучшая подруга врет! Мужчины попадаются какие-то идиоты! А вы, я вижу, любительницы обвинять других! Все у вас виноваты, правда? И мама, и мужчина, и подруга, и даже я! А к себе вопросов нету? Может быть, в том, что происходит, виноваты вы, а не я и все остальные? Я? Я? Мы отвечаем за свою жизнь! Все, что кругом происходит, на это воздействуем только мы! Оглянитесь кругом! И возьмите, наконец, вы свою жизнь в свои руки! Вы же не девочка, не малышка какая-нибудь! А кругом кипит жизнь! Вставайте! Жизнь ждет, и она в ваших руках! Идите! Все! Все! Теперь я обойдусь без всяких прикрытий! Никаких больше светлых волос! Никаких больше зеленых рубашек! Ну, как вам? Так! Вот так! Может быть, другой! Может быть, другой! Ах ты! Какие у вас сильные руки! Это от того, что вы их с утра до вечера на весу держите? Это от того, что я в тренажерный зал хожу! Да! Это мое самое любимое место! Там столько разгоряченных мужчин! М-м-м! Шатены, блондины, брюнеты! Что еще нужны девушке, которая намерена влюбиться? А блондины в зеленых рубашках? И в зеленых, и без рубашек! Жорик! Жорик! У вас дверь нараспашку! О, Галь! Все! Я начинаю новую жизнь! Теперь я лев! И чем это нам грозит? Вам с Жориком это грозит походом в цирк! Начало представления через два часа! Нам с Жориком! А где Жорик-то? Кто знает! В магазин пошел? Наверное! Самое главное, в программе заявлена приглашенная звезда из Австралии! Кенгуру на батуте! Жорик об этом мечтал! Ну, а теперь ты мне рассказывай, что любит Варя! Бартер, да? Ну, я вам кенгуру на батуте! А вы мне все варены слабости, сильности и желания! Тут все просто! Запомни только три С! Собаки! 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 Слушай, а я как раз собирался подарить ей собаку! Ну, щенка! Вот это не вздумай! Потому что ее мама тебя сразу убьет! Голубой керри блю терьер! Она его уже целый год ищет! Только обязательно стекло! Голубой керри блю терьер? Терьер! Угу! Сережа, запомни, нужно протереть все тренажеры, вымыть пол! Я жду тебя в восемнадцать часов! Хорошо, понял! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы в первый раз у нас? Да! Присаживайтесь, пожалуйста! Сейчас подойдут наши менеджеры и все вам расскажут! Не устраивать, в принципе! То есть... Все! А, то есть вы не собираетесь пробивать! Ну, хорошо! Смотрите, если вдруг вам понадобится наш телефончик! А можно у вас спросить? Да! Да! Для чего вы приобрели абонемент в наш клуб? Хочу улучшить свою физическую форму! Да! То есть вы хотите коктейль подарить, да? Неправда! Угу! Почему? Только побыстрее, пожалуйста! Вы хотите познакомиться здесь с мужчиной? Скажите его! Да! Все администраторы такие наблюдательные! А я не администратор! Я хозяйка этого клуба! Простите! Почему вы решили, что я пришла познакомиться? Только треть наших клиентов приходит в клуб для занятий спортом! Остальные приходят, чтобы встретить здесь свою вторую половину! Раскусили! Чтобы встретить свою любовь, у меня есть чуть больше недели! В противном случае я останусь старой девой на всю жизнь! Кто вам это сказал? Да! Какой ужас! Гадалка! Мне сообщили определенные приметы! Сергей! Блондин! Зеленая рубашка! Бедная девочка! Ты, наверное, вся на нервах! Если честно, я на пределе! Но я решила сделать еще один шаг! Самостоятельный заплыв! Так! Удачи! Жди меня здесь! Я постараюсь тебе помочь! Да! Как вы не понимаете, мне жизненно необходим голубой Керри Блю Терьер! Я без него погибну! Голубой не Тель Шнауса! Может быть, подойдем? Я сделаю скидку! Вот! Посмотрите! Мне нужна именно эта фигурка! К сожалению, ничем помочь не могу! Такой фигурки у меня нет! Значит, будем искать дальше! Ищите! Так! Ваш магазин был восемнадцатый в моем списке! Всего их двадцать три! Вы что, коллекционер? Нет! Я ищу фигурку для своей девушки! Будущей! Она очень хочет такую собаку, а я хочу завоевать! Ее в сердце! Подождите! Это, конечно, безумие, но ваша решительность меня подкупает! Сейчас, одну секундочку! Где же… Вот! Завтра открывается еще один магазин! Я думаю, что голубой Кэрри Блю Тельер там будет! Ой! Тихо-тихо-тихо! А куда вы меня привели? Сейчас все увидишь! Блондины в зеленых рубашках! Познакомься! Серюня! Серж! И Сергей Владимирович! Угу! Я просто искала одного! А тут целых три! Кого именно я должна выбрать? Да любого на свой вкус! Они все оплачены до завтра! Что? Парни опытные, озорные! Или тебе не нравится мой выбор? Нет-нет! Что вы? Ну, тогда определяйся с выбором! Трудно! Глаза разбегаются! Ну, хочешь, парни снимут рубашки! Нет-нет! Не надо! Если никого не выгодите, нас лишат премии! А тебе слова никто не давал! Извините! Ну? Ну? Ну, если придется… А? Давайте от того справа! О, Серж! Прекрасный выгод! Подойди ближе! Может, кого-то еще возьмешь для пикантности? Нет-нет, спасибо! Мне… Водитель отвезет вас куда скажешь, а Серж выполнит любое твое желание! Извините! Не надо благодарить! Мы же женщины! Мы должны помогать друг другу! Серж! Спасибо! Вы меня закрыли! Пожалуйста! Спасибо! Всего доброго! Ну, вот! Машина уехала, так что ваша хозяйка теперь ничего не узнает! И премии меня не лишат? Нет! До свидания! До свидания! Здрасьте! Здрасьте! А почему вы какой-то бледный? Вам не хорошо? Да нет! Не ел весь день! Да и перенервничал! У меня такое в первый раз! Меня никогда никому не дарили! Правда? У меня тоже такое в первый раз! Да? Да! Так что мы с вами друзья по несчастью? Угу! Угу! Хотите, я вас покормлю? Да не… Ага! Так! Только это без всяких оплаченных услуг! Договорились? Хорошо! Садитесь на диван! Ага! Садитесь! Приятного аппетита! Спасибо! Ну, кушайте! Вкусноте еще! Может еще что-нибудь? Не-не-не! Нам же не разрешают ничего этого есть! Да вы что? Лишний килограмм, прощай, премия! А я слукоежка! Слушай, а как ты умудрился попасть в эту профессию? Дети знаете ли, жена учительница, деньги нужны, приходится вертеться! А у вас шоколада нет? Сейчас посмотрю! Ага! Вы знаете… Ой! Ну и как тут искать любовь? Алло! Галчонок! Галь! Мне нужно с тобой поговорить! Галь! Ты прости меня, что я тебя разбудила! Ничего, я все равно не спала! Просто мне нужно было кому-то сказать! Мне тоже! А у тебя что случилось? Я не понимаю, что происходит! Ночью я кормлю подаренного мне стриптизера! Днем! От меня Жорик ушел! Ну как ушел? Так! Сказал, что больше меня не любит! Подожди! А ты? А я его очень люблю! Я жить без него не могу! Галь! Галя, все будет нормально, слышишь? Все! Я ему вчера весь вечер названивала! Так! А он трубку не брал! Не брал! Возьмет! Что же я наделала? Я сама от своего счастья отказалась! Варя! Просто рукаю! Держи! Вот! Все будет нормально! Мы его найдем! Мы ему позвоним! Спасибо тебе, подруга! Тебе спасибо! Ты прости меня! Ты меня прости! Это же голубой Кэрри Плю Терьер! Совершенно верно! Одна из самых редких фигурок России! Вы не представляете, как долго я ее искала! Я догадываюсь! Хоть тут судьба мне вылыбнулась! Я ее покупаю! К сожалению, собака уже продана! Как продана? Кому? Поздравляю вас! С уникальным приобретением! Вот! Осторожно! Господи! Это же был голубой Кэрри Плю Терьер! Он выпрыгнул из рук! Я об этой собаке мечтала целый год! Послушайте, ну что вы так переживаете? Есть же и другие собаки! Собаки! Ни собак, ни блондинов! Ничего не осталось! Подождите! Оставьте меня в покое! Постойте! Ой! Ой! Вы кто? Я здесь сплю! А вы что тут делаете? Я? Я живу здесь. Ничего не понимаю. Меня что, сразу на следующий заказ поставили? Это почему вы спите на моем зеленом диване? Это кто это вообще? Это пустил вас сюда? Вышла накладка. Понимаете, заказы, наверное, перепутались. А вы на какое время записаны? Я? На время? Да и приехалась сюда навсегда. Навсегда я не могу. Я женат. Ну что, дайте мне. Три минуты, я буду готов исполнить любые ваши желания. Желания? Да у меня единственное желание, чтобы вы исчезли отсюда. Навсегда. Еще раз прошу прощения. Меня не предупредили, что следующий заказ. А, точнее, встреча будет на той же точке. Сидеть. Чем займемся? Психологическими играми. А в чем смысл? Я спрашиваю, ты отвечаешь. Где Варя? Какая Варя? Он даже не узнал ее имени. Ну, все как-то быстро закрутилось. Но она очень хорошая и добрая девушка. Быстро закрутилась. Добрая девушка, да? Да. Где Варя? Где моя дочь? Какая дочь? А? Случилась накладка. Понимаете, у меня телефон разрядился, поэтому я не знал новый заказ. Чтобы никогда больше, слышишь? Чтобы никогда больше я тебя больше здесь не видела. Ага. Чтобы ты навсегда забыл дорогу в мой дом. Ага. Чтобы ты навсегда забыл имя моей дочери. А я не очень-то и помнил его. Вон отсюда! Вам нужна помощь? Оставьте меня в покое. Вон только после того, как вы мне скажете, что у вас случилось. У меня случилось все. Что вам от меня нужно? Да я хочу пару минут посмотреть на эту красоту. Через сто метров есть еще один мост. Да, но я хочу смотреть на вас. Потому что вы очень красивы. Зачем вы врете? Я никогда не вру. Как вас зовут? Сергей. Опять врете? Сергей в зеленом. Натуральный блондин? Ну да, Сергей. Коновалов в зеленом. Натуральный блондин. Тридцать пять лет. Врач. Не женат. К уголовной ответственности не привлекался. Что вы тут делаете? Слушайте, а давайте уйдем с этого моста. Он какой-то опасный. Вообще-то я тут страдаю. Ну, сделайте небольшой перерыв и страдайте себе на здоровье дальше. Наверное, придется. Аккуратно. Вам не холодно? Генри, иди сюда. Дай поправлю. Вот так. Привет. Очень красивое платье. Угу. Генри, воздухом дышишь? Дома уже невыносимо. Утром я встретила Варю. Так. Она отказывается от поисков. И в этот раз все серьезно. Варя будет моей во что бы то ни стало. Она та самая единственная. Я своего добьюсь. Примерно так. А ты изменился, Антон. Генри. 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 Здорово. Жор. Генри. 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 Прости меня. Прости меня. Пожалуйста, Жорик, я так ждала тебя. Ты самый единственный. Ты самый лучший. Прости меня, пожалуйста, прости за все. Я не могу без тебя, Галя. Жорик, я такая дура. Ты такая красивая в это платье. Это для тебя. Это я для тебя. Я не могу без тебя. А я путешествие заказал, как ты хотела. Да? Я люблю тебя. И я тебя. – Сергей? – Да? А вы ничего не замечаете? Нет. А что? Дождь закончился. А, да. Солнце. Варя, а так вы по-прежнему живете с мамой, да? Да. Но сейчас она в Испании. Со своим новым кавалером. Варя, а что бы вы выбрали? Треугольник, круг или квадрат? Треугольник. А зачем это вам? Ну, просто праздное любопытство. А вы живете один? Да. Как перст. И все-таки, Варя, а вот если бы вы были зверем, то каким? Ёжиком, крокодилом или кошкой? Какой бы смешной. Нет. Ну, правда. Ну, наверное, ёжиком. Они очень милые. А знаете что, Сергей? Пойдемте ко мне пить чай? То есть, вы приглашаете меня к себе домой? Да. Варя, вы уникальная девушка. Это правда? Ну, забыли. Я никогда не вру. Вы знаете, я тоже очень рада, что вас встретила. Ой, не пугайтесь. Я не кусаюсь. Не пугайтесь меня. Добрый день. Добрый? Мама. Это вряд ли. Что ты тут делаешь? Ты же должна быть в Испании. Это я тебя, Варечка, должна спросить. Ты что здесь делаешь? Мы собирались пить чай. Мама, познакомься. Это Сережа. Сережа, это мама. Тоже Сережа? А этот Сережа, который здесь спал на диванчике, он тебе уже не подходит? Серж, ты его видела? Еще бы. Это все, что от него осталось. Мамочка. Мам, я тебе сейчас все объясню. Я бросаю Константина. Потому что он хомяк отпет и без перспективы. Я бросаю все. Я еду сюда, к тебе, чтобы на груди у любимой дочери выпалокаться. А в это время моя дочь пошла по рукам. Стоп! Немедленно прекратите это неконтролируемое проявление негативных эмоций. Вам обеим нужна срочная психологическая помощь. Налицо явное невротическое расстройство, семейная со-зависимость, неадекватный контроль и следы глубокой депрессии у Варвары. Что? Варя, это кто? Сергей Коновалов. Врач. К уголовной ответственности не привлекался. Специалист кризисного центра. Моя специальность – это предотвращение суицидальных попыток. Что? Вы стояли на мосту с явным намерением свести счеты с жизнью. И потом, видите ли, треугольник, колбаса и ежик вкупе дают… Вы метайтесь из нашей квартиры. Вы метайтесь немедленно. Да, а то еще мы можем и врезать. Так, милые мои, больные мои женщины, вот вам моя визитка. Позвоните. Я на вас диссертацию защищу. Что это за мужчины у нас в доме? Что ты делала на мосту? Просто смотрела на воду, мама. На воду. А что у тебя за бардак на голове и в голове? А это что такое за вульгарщина? Это мой новый имидж, мама. Имидж? Варя, во что ты превратилась? Да, мама, я превратилась. Из старой Варя в новую. И тебе придется с этим смириться. Мамочка, я надеюсь, ты меня поймешь. Так дальше продолжаться не может. Мне 27 лет, мам. И я ухожу. Куда ты уходишь? Я тебя никуда не пущу. Я сниму квартиру, буду жить одна. И, наконец, куплю себе настоящую собаку. Псиатр был прав. Тебе действительно нужна помощь. Мамочка, я умоляю, я жила без тебя три недели. И даже привыкла. Я тебя очень люблю. Но с этого момента я хочу решать сама. Я сказала, что никуда тебя не отпущу. Поняла меня? Здравствуйте, Константин. Здравствуй, Варя. Надь, я вернулся. Что ты здесь делаешь? Ты же в Испании. Вы очень вовремя. Варя, Варя! Убери руки! Так. Не знаете, куда идти? Понятия не имею. Тяжелый выдался денек. Последние три недели, как страшный сон. Почему страшный? Было очень даже забавно. Забавно? Были смешные моменты. Местами. Местами? Откуда вы знаете? Как же мне не знать, если я все время, почти все время был рядом. О-о-о-о. Привет. Нет? Так, это… это были вы? Я давно мечтал с вами познакомиться, но поначалу не решался, а потом… А потом… Потом? А потом не было подходящего момента. Ну, сейчас, наверное, момент очень даже подходящий. Я влюблен в вас, Варя. Уже почти год. И что, я целый год не обращаю на вас внимания? Абсолютно никакого. Поэтому вашей подругой Галей был придуман план по привлечению высших сил. А попросту говоря, а-а-а! Гадала. Ну, там все абсолютно не так получилось. Там неудачно все вышло. Подождите. Так это все-таки было подстроено? Да, подстроено. Но гадалка перепутала все особые приметы. И вы, вместо того, чтобы… Чтобы, чтобы обратить внимание на меня, на шатэна Антона Сергеева… А Антон, это меня. Меня зовут Антон. Вы, вы стали, вы стали искать почему-то блондина Сергеева в зеленой рубах. А я там в париках ходил. Что с вами? Что такое? Что у вас там? Это подарок. Подарок? Собака. Настоящая собака. Ведь мечты должны сбываться. И потом я разбил вашего голубого керри-блютерьера. Горька! 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 Г Поздравляю! Ты знаешь, чего я хочу сейчас больше всего на свете? Понятия не имею. Я хочу замуж. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!